Здарова, ребята! Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад тому, что последний выпуск Меморис, посвященный теме фишек, кэпсов и соток, вам понравился. И именно ваша, то есть зрительская активность в комментариях под этим видео, побудила меня сделать вот такое небольшое дополнение к последнему Меморису, потому что именно в комментариях, в которых за пару недель набралось больше трех тысяч под этим видео, я ознакомился с огромным количеством удивительных историй, самое главное удивительных, потому что многое, рассказанное вами, я в детстве не застал, то есть какие-то оригинальные различия в интересе кэпсам действительно в нашей стране присутствовали, и то, что было более популярно, допустим, в Москве, или в Петербурге, или где-нибудь в средней полосе страны, было не так популярно у нас. И мне было крайне интересно, собственно говоря, ознакомиться с тем, как вся вот эта вот кэпсмания повлияла на детей в России, и не только в России, но и в странах СНГ. Многие факты, рассказанные вами, меня очень удивили, но самое прикольное, что некоторые из ваших комментариев, знаете, как пробудили во мне какие-то бешеные флешбеки, и благодаря вам я сам смог вспомнить о фишках то, что забыл рассказать к моменту съемок последнего Мемориса. Поэтому сегодня я собрал наиболее интересные моменты и факты, которые вы писали в комментариях, и которые я сам смог для себя вспомнить, и даже некоторые вещи, которые в приятную сторону изменились с момента публикации этого самого Мемориса, в моем личном коллекционировании. Давайте обо всем по порядку. Как и в прошлый раз, я хочу начать тоже с темы чупакэпсов, потому что чупакэпс – это была действительно первая такая наибольшая популярная волна, которая и познакомила мною детей с этим видом развлечений. И что я в своем выпуске по Меморис упустил об этом, это то, что действительно в 97-м году на нашем телевидении вовсю шла реклама этой самой игры, которая называлась Чупакэпс. Интересно то, что я сам эту рекламу в детстве видел очень мало раз, и поэтому я ее особо не запомнил. Но примечательно то, что в этой рекламе как раз-таки и показывалось, как надо в эту игру играть изначально. Что изначально в комплекте чупакэпсов была металлическая бита, кстати, не округлой формы, а такая, закругленный шестиугольник. Я ее видел на фотографиях в интернете, но сам никогда в руках не держал. И там, собственно говоря, рассказывалось, как эта игра и работает, что надо бить битой по фишкам. Те, которые перевернулись желтой стороной, те не выиграны, а те, которые перевернулись прикольной картинкой, те забираешь себе. Наверное, действительно во многом эта реклама и определила правила этой игры, но также в комплектах, которые продавали Чупакэпс, а их действительно было несколько разных, были пачки, были банки, были комплекты с конфетой Чупа-Чупс, были без нее. На этих самых упаковках тоже были описаны правила, о чем вы справедливо заметили в комментариях. Но мне, поскольку в детстве родители никогда не покупали ничего подобного из этих комплектов, и у друзей я видел только лишь отголоски в виде фишек, я этот факт упустил. Но что я действительно помню и о чем не упомянул, это то, что, как вы заметили, в Чупакэпсах действительно было несколько разновидностей, не только простые желтенькие фишечки. Были черные, были красные, были синие, и не удивлюсь, что были и какие-нибудь другие серии. Отличало их то, что они были разного типа, то есть разной ценности. Некоторые были блестящие, некоторые были с фосфорным напылением, и они светились в темноте, а были даже такие Чупакэпсы, которые были голографические. То есть они были как бы сдвоенная стереокартинка. Под одним углом смотришь картинка одна, под другим углом смотришь картинка другая. Я держал такие фишки в руках в детстве, я вспомнил, что они были толще, чем обычные Чупакэпсы раза в два, а то и в три. И они лично у кого-то, у кого я их видел, были деформированы. Я помню, что они как-то были не прямые такие, как должны быть Кэпсы, а они немного загибались по краям, и поэтому, когда ты на них играл и клал их в стопку, они и шатались. И из-за этого их очень легко было выиграть и перевернуть. Я не помню лично, играл ли я сам такие, но то, что я какие-то из них в своем детстве видел, это факт. Вот, это первое. Второе. Если бы вы знали, как я удивился, когда в комментариях к этому видео прочитал огромное множество вариаций, как дети играли, вернее, как они именовали игру камень-ножницы-бумага. Вот я рассказывал вам о том, что у нас сначала говорили как, камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Потом говорили камень-ножницы-бумага, цуефа. Кстати, то, что означает цуефа, тоже спасибо, что пояснили в комментариях. Это, короче говоря, на китайском языке что-то вроде на старт, внимание, марш, цуефа. Вот. Но то, какие еще были вариации этой самой прискоски цуефа, я не представлял, что их было так много. Я выписал. Самое забавное из них, их тоже набралось дофига. Но, например, как вам? Камень-ножницы-бумага, чифифок. Еще варианты. Чувачи, чичико, чингинца, чингачи, чингачгук. Кто-то из Казахстана написал, что даже такое было у них. Потом говорили камень-ножницы-бумага, энбенцо. Вариации цуефа тоже были, такие как усифа, или, например, юзефа. Дальше идет самое интересное. Камень-ножницы-бумага, ешачок. Это уже какую-то рыбу напоминает, по-моему, по названию. Камень-ножницы-бумага, ванчу-вес. Камень-ножницы-бумага, сарванчук. Это, знаете, мне кажется, я перечисляю имена каких-нибудь китайских разработчиков пиратских игр в этот момент. Камень-ножницы-бумага, сэ-та-ва. Что бы это ни значило. Также интересно было заметить, что не только цуефа, присказка подвергалась различным вариациям в разных регионах, но и сама начальная фраза камень-ножницы-бумага тоже звучала по-разному. Например, немало я встретил вариации в комментариях, которые люди писали, основываясь на своих воспоминаниях, что камень-ножницы-бумага начиналось со слов «камано». И вот это «камано» было самое разное. Было «камано-моргано», было «камано-ломано», было даже «камано-романо». А некоторые вместо «камано» говорили «камино» и называли типа «камино-патафо». «Патафо» мне напомнило почему-то картошку в данном случае, но я не знаю, как это связано. Но вот парочка вариаций, которые вы тоже писали в комментариях, я вспомнил из своего собственного детства, действительно, я об этом забыл. Например, сокращение «камень-ножницы-бумага» «камано-ножа-бумажа». Особенно с присказкой «камано-ножа-бумажа» «три бомжа». Вот я прекрасно вспомнил после этого, как у нас девчонки во дворе так любили орать. «Камано-ножа-бумажа» «три бомжа». Пацаны как-то не помнят, чтобы такую фразу употребляли, но у девчонок такая присказка была. Потом, что меня удивило, опять же, что помимо «камень-ножицы-бумага» добавляли ещё новые элементы в эту считалочку. Например, «камень-ножицы-бумага» «Ящерица Спок». Вообще не представляю, каким образом Спок туда затесался. Если кто-то смотрел в своё время «Стартрек», это может быть объяснить, но я не помню ничего подобного. Но самая длинная присказка была «Камень-ножицы-бумага», «Карандаш», «Огонь-вода» и «Бутылка-лимонад» «Цуефа». Это самый длинный, наверное, вариант, который я слышал в игре «Камень-ножицы-бумага». Но я помню, что в моём личном детстве во дворе, наоборот, старались как можно сильнее сокращать эту считалочку. То есть проговаривать целиком, постоянно, вот, представляете, тряся рукой каждый раз. «Камень-ножицы-бумага», «Карандаш», «Огонь-вода» и «Бутылка-лимонад» «Цуефа». Это было очень долго, и играть хотелось динамично. Поэтому я помню, что у нас до такой степени сократили эту считалку, что просто говорили «Камень-ножицы-бумага Цуефа», «Камень-ножицы-бумага» и всё. А потом просто «Цуефа» говорили. Вот. Но на самом деле вот эти вот все варианты, предсказок, это что-то с чем-то. Поэтому спасибо огромное, что вы таким образом расширили мой кругозор. Также помимо аналогов считалочки «Камень-ножицы-бумага», интересно то, что были необычные аналоги самой игры. Вот я рассказывал вам, что сначала у нас играли битами, били ими по фишкам, а потом играли просто самими фишками. То есть брали в руку там несколько штук, да, и били поверхность. Перед этим обязательно, в наших краях обязательно проговаривали считалочку. А вот зрители написали, что у них вместо считалочки была своя вариация. То есть, например, если в игре играет три человека, каждый ставит на конс сначала по одной своей фишке, вот, и одновременно они бьют своими фишками об поверхность. И вот, короче говоря, они бьют об поверхность, и те фишки, которые перевернулись, означают, что их обладатели бьют всю стопку после этого первыми. То есть этот вариант был аналогом считалочкой каменной ножницы бумаги, но таким образом они ничего не проговаривали, они просто выясняли ударом своих фишек, кто будет бить первый. А потом, когда это выяснили, ставили всю стопку на кон, и, собственно, в этой очередности били уже ее. У нас так не играли, поэтому я впервые об этом услышал из ваших комментариев. Вот, спасибо вам, что что сказали. Вот, еще интересный момент был то, что у многих было такое правило, что когда играется на кону много фишек, то если кто-то первым ударом выбивает все фишки разом, то это не считается, это переигровка. То есть реально нельзя было выбивать все фишки одним ударом. Ну, наверное, это, в принципе, справедливо, чтобы не решалась вся эта игра одним ударом стандартной, вот эта вот расстановка, кто первый ударит, тот и заберет все, да. И мне, знаете, мне стало грустно после этого вспоминать тот момент с Ильей, когда он первым самым ударом выиграл мою единственную фишку Mortal Kombat, и даже не дал мне попробовать. Ну, мне жаль, что в моих краях такое правило не работало. Тем не менее, я не знал, что такое правило было где-нибудь еще. Вот, также, кстати говоря, по поводу фишек, которых у нас не было. Многие в комментариях написали, что помимо Pong'ов и прочих, там, Mortal Kombat'ов, Чупакэпсов и прочих фишек, очень популярная была серия под названием Mad Monster Caps. Я эту серию из детства не помню. Возможно, во дворе кто-нибудь играл под них, но я их лично в детстве не запомнил. У нас все-таки во дворе ценились больше всего пови. Но я так понял, что вот именно эта серия Mad Monster Caps, она была разнообразной. Там тоже были блестяшки, тоже были обычные. Но она навела меня на тему, как раз-таки, которую я упустил. Рассказывая вам о фишках, которая действительно в детстве была мной замечена, но никогда не придавалась этому значению. Дело в том, что на этих самых Mad Monster Caps'ах с обратной стороны фишки значились поинты. То есть, очки ценности. Действительно, вот эти самые очки ценности, они в детстве были мной замечены. И, возможно, не только мной, в моем дворе тоже, может быть, кто-нибудь придавал им значение. Вот, например, на фишках Mortal Kombat от Duncan такие поинты тоже значились. Например, вот 5 поинтов, 2 поинта, 1 поинт. Например, фишки Street Fighter 2 тоже делились на многие поинты. Зеленые 5-поинтовые, желтые 4-поинтовые, розовые единичные, Power Rangers, вот тоже в моей коллекции есть несколько штук, тоже 1 поинт и 2 поинта. фишки такой вот ценности. И многие, на самом деле, по правилам, играли именно на поинты. Дело в том, что эти поинты отличали, как раз таки, ценность этих самых фишек. То есть, нельзя было по-хорошему, по правилам, нельзя было ставить против, допустим, какой-нибудь Sony Blade, на которой стоит 5 поинтов, какого-нибудь Матара, где 1 поинт. То есть, 5-поинтовая фишка должна быть равна 5-ти обыкновенным, 5-ти единичным. По правилам, видимо, задумано было так. То же самое во всех остальных сериях. Street Fighter, и те же самые Mad Monster Caps, наверное, там вообще поинты заходили там за 10 поинтов, за 12. То есть, представляете, надо было против одной 12-поинтовой фишки ставить 12 обычных, например, по одному. Дело в том, что у нас так, я не помню, чтобы играли. А у нас система ценностей разграничилась, как я вам рассказывал, исключительно по внешнему виду. То есть, обычная фишка, блестящая фишка, золотая, серебряная, голографическая, возможно, да, пластиковая, картонная. Вот эти все моменты имели у нас значение. А вот именно написание поинтов никогда у нас в расчет не брали. Но я так понял из вашего комментария, что очень многие придавали им значение. И по хорошим, по правилам, действительно, это было правильно. Вот, кстати, фиши, которые светились в темноте, с так называемым фосфорным напылением, действительно, у нас во дворе были довольно ценные. Но я помню из детства только такие в виде фишек Каспер. Касперы действительно у нас во дворе ходили по рукам, и в моей собственной коллекции было от силы, может быть, штук 10-15 таких Касперов за все время. Но дело в том, что их преследовала та самая проблема, которая случалась с фишками а-ля Beach Tits и прочими подобными. Дело в том, что эта фосфорная пленка, которая была нарисована поверх контуров на картинках, она стиралась так же успешно с фишек, как и, собственно, эта вот пленка, исчезающая от влаги на тех самых фишках. И поэтому они тоже быстро изнашивались, и с каждой игрой они светились все тусклее, и особо из-за этого, наверное, не ценились. Но, тем не менее, можно считать, что у нас был такой своего рода аналог вот таких самых Mad Monster Caps, про которые вы писали в комментариях. Вот. Также хочу вас поблагодарить, опять же, за пояснение по поводу того самого Погмана. Дело в том, что к моменту съемок выпуска Memories я не до конца был осведомлен о том, кто такой тот самый персонаж, неотесанный на фишках Погм, являющийся главным героем этой серии. Вот. Я помню, что в нашем детстве было предположение, что Пог с английского переводится как Блоха. И это типа такая вот огромная Блоха была. Я не знаю, на самом деле, от чего это пошло, но вы в комментариях тоже писали, что у вас тоже было такое предположение. Вот. А на самом деле, нет. На самом деле, Блоха по-английски это Фли. А вот этот тот самый человечек на фишках Пог, это... Даже нельзя сказать, что он человечек. Это, как правильно выразился Дима Сындук в своем видео, посвященном ему, это такой западный чебурашка. То есть, тоже, ни то, ни сё, как бы. Может быть, животное, может быть, доисторический человек, но тем не менее, больше похож на человека, потому что руки-ноги у него человеческие. Вот. Про этого Погмана на самом деле собирались даже снимать мультфильмы, чем я тоже из видео Дима узнал. И, кстати, вот у него ещё на фишках клуба Champion, то есть, третьей серии, был своего рода напарник. Такой вот то ли котик, то ли тоже получеловек, но из-за видео Димы я узнал, что его звали Пог Пус. То есть, скорее всего, это был тоже его такой котёнок, который с ним вместе жил. И, собственно, чем отличался сам Пог? Это тем, что он ни о чём не мог думать вообще в своей жизни, кроме как о фишках Пога и хотел их как можно больше. Это можно провести аналогию, например, со Скруджем Макдаком, который купался бы в своём хранилище в Ленингах, так точно так же этот Погман купался бы в Кэпсах. Вот, кстати, по поводу слова Кэпс. У меня уже давненько хранится пара патчек оригинальных классических Погов. Я почему вам их в прошлом выпуске Меморис не показал, потому что они не совсем похожи на фишки. Дело в том, что классические Поги, как я уже рассказывал, они были изначально сделаны на основе крышечек от разных напитков, от молока и прочего. И вот эти вот самые оригинальные Поги, они и выглядят как, можно сказать, такие сплюснутые крышечки в середине, даже у них есть якобы прорезь, держащаяся скрепочкой, которую можно продавить, и если бы это была крышка на бутылке, через нее можно было бы пить напиток. И вот эти самые кэпс, они с английского по сути переводятся как крышка, то есть кэп это крышка, именно поэтому кэпсы таким образом переродились из крышек на бутылках, но все равно продолжили называть себя кэпсами. Оттуда же и пошли и чупа-кэпсы, и монстр-кэпсы, и прочее, прочее, прочее. Вот, этих самых кэпсов пластиковых, которые прям выглядят по типу крышек, я не помню, чтобы их у нас продавали, скорее всего, никогда такого не было, вот именно, я имею в виду, с такой вот типа дырдочкой или выемкой под дырочку в середине, это, видимо, была мода такая за рубежом, а у нас кэпсы были исключительно картонными, ну или на крайний случай пластиковыми. Хотя в моем детстве на самом деле кэпсы были не только пластиковыми или картонными, они даже были керамическими. Опять же, очередной флешбек который посетил меня после прочтения одного из комментариев под выпуском Меморис просто таки открыл для меня наверное пласт, который был продолжительностью в моем детстве, ну примерно может пару месяцев у нас была такая забава, такая мода, я совершенно об этом забыл. Дело в том, что помимо того, что играли на вкладыши в 90-е, играли на фишки, играли на крышки, играли даже на сигаревцы, то есть на такие картоночки сделанные из пачек из-под сигарет, у нас еще играли ребята на плиточки, плиточки, которыми были обделаны все соседские гостинки, то есть дома в нашем районе, такие, знаете, квадратные керамические белые, ну, обыкновенные, я даже не знаю, как это назвать, просто такие керамические квадратики, то есть они играли роль покрытия такого более-менее симпатичного для бетонных строений, и в конце 90-х многие мои друзья и многие знакомые во дворе ломанулись их отковыривать из стен первого этажа, а может быть даже не только первого этажа, и придумали игру на эти самые квадратики, я помню, что во дворе у нас играли так, вырывали небольшую ямку в земле, ну, буквально там глубиной сантиметров 5, в диаметре может быть она была тоже сантиметров 15, это самая ямка, и согласно какой-то определенной очереди на расстоянии примерно полтора или двух метров от этой ямки нужно было кидать в нее по одной плиточке, та плиточка, которая падала рядом с ямкой считалась как бы проигранной, но она все еще стояла на кону, и тот, кто после этого попадал плиточкой в ямку, тот забирал и все, что были рядом не попавшие и свою, возможно, какой-то кон изначально истагился, я этого не помню, я сам практически не играл под эту плитку, только смотрел, как играют друзья, мне это на самом деле казалось довольно странным, вот, но я помню, что через несколько там, ну, буквально, может быть, недель после того, как это, в принципе, начали у нас во дворе в эту игру играть, пацаны реально ходили с полными карманами плитки, которая рассыпалась от того, что она была, ну, грубо говоря, стеклянная, ими легко было уже порезать пальцы, потому что, когда они раскалывались, они были острые, как стекло, и пацаны ходили с кульками, из ранцев просто выгребали кучу вот этой вот керамической плитки, в карманах носили, я даже не знаю, в чем еще, это реально было как-то совершенно удивительно со стороны, я еще могу понять, когда играли под фишки, но когда просто, грубо говоря, пацаны ходят с огромными карманами вот этой вот самой керамической плитки, которая была вся обшкарябанная, на некоторых были остатки бетона, некоторые были поломаны, это вообще просто полная жесть, и из ваших комментариев я удивлен, что тоже кто-то такой забавой увлекался, и я думать про эту игру забыл, спасибо вам огромное, что вы об этом напомнили, я помню даже, что это было где-то вот в самом конце 90-х, это было уже даже после того, как прошла основная хэпсмания, я помню, что мне даже друзья, которые ко мне домой приходили, они приносили с собой эту самую плитку, чтобы после того, как со мной поиграть во что-нибудь, они шли на улицу и играли под эту самую плитку там, это короче была полная жесть, мне до сих пор интересно, имела ли эта игра какое-нибудь название, более-менее официальное в России, если вы что-нибудь подобное помните, напишите, пожалуйста, будет очень интересно почитать, вот, также о чем я еще забыл упомянуть, помимо рекламы чупакэпсов, я забыл упомянуть о том, что на нашем телевидении в середине 90-х, во второй половине 90-х была целая телепрограмма, посвященная фишкам, она выходила в московском регионе на телеканале дважды два, по-моему, в 96-97-м году и называлась она Сотка, собственно говоря, наверное, вот именно поэтому те, кто жил в основном в московском регионе или около него, кто мог в телеэфире застать эту передачу, наверное, оттуда и понял, что надо эти фишки называть не иначе, как сотки, раз программа называется сотка, и, кстати, после нее отечественные производители начали выпускать свои версии соток, кстати, до наших краев отечественные фишки тоже добирались, я помню, я помню, что у нас были русские фишки с Томом и Джерри, я помню, что были с героями из мультиков Союзмультфильма, эти фишки назывались сотка-мульт или, по-моему, сотка-мульт-лато, как-то так, я помню, что у меня была фишка с котом Матроскиным, она была очень прикольная, я ей дорожил, но потом потерял, вот, короче говоря, это самая сотка на дважды два, передача, которая длилась, по сути, не больше там трех-четырех минут, в ней просто был ведущий, было два игрока, которые садились друг напротив друга, он объявлял какие-то призы и говорил, все, начинаем игру, и эти самая парочка детей, которые сидели вокруг него, начинали по очереди бить по фишкам, в интернете существует одна единственная отвратительная качество запись этой программы, с которой, наверное, совершенно непонятно, по каким правилам эти дети в нее играли, но если вы эту передачу смотрели, опять же, в те времена и помните о ней больше, чем я узнал о ней в интернете, то тоже, пожалуйста, дайте мне знать, буду благодарен. Вот, и после одного из комментариев, в котором зритель писал о некой своей фишечной мафии во времена конца 90-х годов, то есть такие компании пацанов, которые отходили и отбирали фишки у других, или, например, расплачивались фишками с какими-то долгами своими, я вдруг вспомнил, что в моем детстве была разновидность игры, которую мы с пацанами миновали, типа, как играть под карман. Это такой сравнительно нечестный вариант игры, но на самом деле я в него тоже, в нем некотором роде участвовал в свое время. Дело в том, что играть под карман, это означало лично у нас в Ростове, ну, в нашем дворе, означало, типа, с кем-нибудь сговориться и играть под один кон. То есть, например, я и мой друг собираемся развести какого-нибудь другого пацанчика на фишке и договариваемся заранее с моим другом, что, короче говоря, все, что мы проиграем друг другу, мы потом друг другу как бы вернем. Самое главное нам выиграть что-нибудь у третьего и после того, как нам это удастся, мы разделим его выигрыш пополам. Вот, это у нас называлось играть под карман. И во время игры даже я помню, что, когда, например, я с кем-нибудь играл в эту игру против кого-нибудь, когда, например, я или мой типа напарник проигрывал свои последние фишки или уже был готов их проиграть все, я помню, что мы за спиной аккуратненько передавали рукой друг другу фишки, чтобы сделать вид, что, как бы, у нас в карманах фишки-то еще есть и бороться еще можно. Я помню, только один или два раза, чтобы я играл в такую игру. Это было с моим одноклассником против другого одноклассника, который на самом деле сам по себе был тот еще негодяй. Вот, ну, об этом опустим. И, короче говоря, нифига мы у него выиграть тогда не смогли, на самом деле. И то, что проиграли, мы проиграли в принципе и так. Вот, но вот именно то, что это называется под карман, это я очень хорошо запомнил. Еще в нашем дворе, знаете, какое слово часто кричали, когда играли под фишки. Очень часто кричали липа. Это я тоже вспомнил из ваших комментариев. Липа, я помню, кричали тогда, когда кто-нибудь бил как-нибудь неправильно, когда нарушались какие-нибудь правила. Например, когда там стопка стояла лесенкой, или, например, кто-нибудь бил с подкруткой, или, может, еще каким-нибудь образом, который был запрещен по правилам. Тогда я помню, прям вот толпа пацанов стоит и все орут липа, липа. Вот это я прям очень хорошо вспомнил. И вот до момента, пока я это не вычислил в комментах, я это совсем не мог вспомнить и рассказать об этом вам. Поэтому спасибо вам еще раз. Вот. И что же, напоследок хочу тоже опять же в очередной раз поблагодарить зрителей, потому что после того, как вышел выпуск Memories про фишки, некоторые зрители сделали мне несколько очень приятных и неожиданных подарков. Во-первых, один подписчик под именем Артем подарил мне ту самую волшебную иньянскую биту, о которой я рассказывал. Та самая толстенная бита от POG Federation, которая могла пищать и могла светиться лампочками. Она действительно, ребята, существует. Вот я держу ее в руках. Как тоже писали в комментариях, она действительно была не особо прям, чтобы ревтой, просто ее нужно было покупать отдельно. Она, к сожалению, уже не работает. Внутри у нее даже что-то тарактит, но тем не менее это вот та самая. Единственное отличие относительно той, которая была у Влада, у него она была в серебристой покраске, а эта, как видите, зеленая. На фотографии, которую я вам показывал, она была вообще темно-розовая, поэтому я так понимаю, что напыление цветом было совершенно разным, и мне досталась вот в коллекцию теперь именно такая зелененькая, еще даже не до конца потертая. Поэтому Артему большое спасибо. Другой Артем сделал мне еще более удивительный подарок. Я вам рассказывал в прошлом выпуске Мемори, что у меня хранится в коллекции вот такая вот баночка, которая мне досталась от друга Илюхи, у нее была синяя крышечка. Вот, я сам не знаю, на самом деле, зачем я 20 лет хранил эту банку без крышки, но на самом деле, как вы понимаете, хранил я свои фишки не только в ПОГовских тубусах или вот подобных этому, я тоже хранил фишки и продолжаю хранить в банке из-под принтлсов, естественно, не удивляйтесь этому, я знаю, что в комментариях люди тоже писали, что они были очень удобны для этого. Да, у меня тоже такая банка есть, и там тоже хранится вся моя коллекция фишек по черепашкам ниндзя и вот этим вот всем, которые выспались. Но, подписчик, еще один под именем Артем воскресил, можно сказать, мою умершленную крышечку от этой самой банки, он прислал мне ту самую синюю крышку, черт возьми, это что-то невероятное, на ней написано, кстати, Movie Gum, это напоминает что-то жевательной резинки, но я понятия не имею, при чем здесь жевательная резинка, хотя, возможно, она была связана как-то с какой-то жвачкой типа Street Fighter, у которых тоже были фишки. Короче говоря, спустя 20 лет, черт возьми, моя банка обзавелась той самой синенькой крышечкой, это, Динка, приятно, теперь буду хранить в ней мою коррекцию фишек Mortal Kombat. Артем, тебе просто огромный респект. Вот, и последний подарок, который мне сделал подписчик, который не назвался, он воскресил еще более раннюю вещь из моего детства, а именно вот ту самую красненькую Битлз с Дональдом Даком, которая была подарена мне моим другом Пашкой вместе с 18 номером Mortal Kombat'а. На ней, кстати, написано, на самом деле, да, Мастер Тазо номер 2. Видимо, их было несколько разных. Вот, именно один в один такая же бита была у меня тогда, и я ее показывал в виде фотографии, теперь вот она у меня наконец-то в руках, и теперь, знаете, что я даже думаю? Я думаю, что теперь, имея на руках ту самую красную биту с Дональдом, и имея тот самый 18 номер Mortal Kombat'а Шан Цунгом, спустя 25 лет, черт возьми, пора уже восстановить справедливость, и все-таки взять вилюции реванш. Так, давай, все. Ты уверен? Я абсолютно уверен. Ты уверен, что хочешь это? Я 25 лет ждал такие нить. Точно? Точно. Я тебя сделаю. Ну, давай. Канюш цума, цуэфа, цуэфа. Я же тебе говорю. Да я тебе нахрен! Субтитры сделал DimaTorzok